В эти выходные в России отмечают День работника сельского хозяйства. Ведь от аграриев зависит продовольствие на безопасность страны. Работников отрасли чествовали в Тверской академической областной филармонии. Здесь отметили работников, добившихся успехов в труде. Тему продолжит Наталья Чекет. Современное сельское хозяйство — это не только доярки, трактористы и комбайнеры, а десятки самых разных профессий, формирующие новый облик отрасли. Каждый услышал в этот день слова особой признательности за свой труд. Поздравление работникам сельского хозяйства направил губернатор Игорь Руденя. Во все времена главное богатство Верхневолжья составляли настоящие дружники, преданные родной земле. Приумножая многократные традиции добросовестного труда, сегодня наши аграрии и работники промышленности вносят неоценимый вклад в воздействие продовольственной безопасности России, в повышении качества жизни наших граждан. Несмотря на все сложности, аграрии Верхневолжья успешно провели пассивные и уборочные работы. Это стало возможным благодаря поддержке агропромышленного комплекса как на федеральном, так и региональном уровне. Сильно изменилось отношение власти к нам, к сельхозпроизводителям, что не может не радовать. Я прямо на себе это ощутил. Прям вопрос, который возникает, можешь позвонить напрямую, сказать, что не так, решается очень оперативно. Благодарности за добросовестный труд и вклад в развитие сельского хозяйства и в связи с профессиональным праздником министерские и региональные награды получили работники отрасли, добившиеся больших результатов в труде. Агропромышленный комплекс региона продолжает активно развиваться. В следующем году в Балаговском районе планируется создать агротехнопарк. Он станет первым в Тверской области. Федеральный Минсерхоз нас в этом поддерживает. И мы надеемся, что с следующего года мы уже приобретем федеральный грант и начнем осваивать и внедрять инновационное фермерское хозяйство, которое будет состоять из роботов, автоматов. И мы можем тиражировать данные предприятия по другим областям. Помимо традиционных, для сельского хозяйства направлений в Тверской области развивается пчеловодство. Супруги Жилины четыре года назад организовали свою пасеку. Рассказывают, что мед, собранный в нашем регионе, отличается от южного. Мы позиционируем тверские меда как северный, отличающийся от южных. У нас их гораздо сложнее собирать. Они более насыщенные, более концентрированные. И они полифлорные, не с одного цветка, не монофлорные. У нас разнотравия, дикорастущая разнотравия, которая пчела собирает со всех цветков ценность этого меда. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом. Продолжение следует...